Великие люди Великие люди Все то, что происходило, вот этот успех христианства, происходил на фоне непрестанных гонений. Поэтому смерть на арене – это то, что фактически характеризует христианство первых веков. Иисус сказал, меня гнали, и вас будут гнать. И вот как раз факт гонений является, наверное, одним из самых ярких характерных особенностей христианства первых веков. Тут я должен немножко отвлечься в сторону и, наверное, немножко рассказать вообще об истории гонений как таковых. Дело в том, что вопрос гонений имеет очень сложную судьбу в исторической науке. Христиане любили своих мучеников, и поэтому эта любовь, наверное, украсила те сухие и лаконичные строчки мученических актов разнообразными деталями. И дошло до того, что на смену вот того скупого описания, которое было в исторических документах, в эпоху Средневековья сложилась целая золотая легенда о мучениях. В этих легендарных повествованиях было очень много фантастики, очень много нереального, неисторического. И когда пришла эпоха просвещения со скепсисом, когда Вольтер и его единомышленники стали злорадно вскрывать все нелепости вот этих христианских историй гонений, то дошло до того, что историки эпохи просвещения вообще начали отрицать сам факт гонений. И говорить, а вообще-то были ли гонения, или это просто выдумка христиан? Какие документы есть? Дело в том, что действительно реальные подробности гонений на самом деле очень плохо известны исторической науке. Большинство гонений не отразилось в документах. И вообще трудно объяснить иногда, почему гонения происходили, на каких юридических основаниях происходили гонения, каковы были масштабы этих гонений. То есть вопрос о гонениях действительно очень сложный и непростой вопрос, но вот этот скепсис эпохи просвещения помог христианству по-настоящему воссоздать картину гонений. В истории гонений различают несколько этапов. Мы попробуем описать как бы очень кратенько три основных этапа в истории гонений. Первый этап это иудейские гонения, о которых мы с вами уже говорили. Это гонения, которые происходили начиная с 30-го примерно по 60-й год. И в основном они происходят от иудействующей верхушки. То есть руководство иудейской знати, как правило, организует гонения. Или вначале это были в самой Иудее, в Иерусалиме, в окрестностях. А позже среди иудеев рассеяния, там где они жили, очень часто евреи возбуждали руководителей города, имея влияние на них. Так как еврейские общины достаточно были богатые, сильные общины часто имели серьезное большое влияние в городе, то они умели возбудить руководство и начинались гонения на христиан. Со стороны римского государства все это выглядело как внутри религиозные разборки. Ну вот там евреи между собой разбираются, воюют. Одна секта еврейская против другой. В общем, как бы внутренние дела евреев. Государство не понимало еще христианство как отдельной религиозной группы и воспринимало христианство просто как иудейскую секту. Вот типичный пример гонения этого периода – это побиение Стефана. Ну, конечно, вот на картинках Средневековья все это представляется в очень таком идеализированном виде. Реальность, конечно, была намного ужаснее, как это все происходило в реальности. Ну, как бы то ни было, гонения иудейские продолжались недолго. Начиная где-то с 60-х годов, с 64-го года, начинаются уже чисто христианские гонения. И эти христианские гонения начинаются с пожара в Риме. Ночь на 16 июля 64-го года нашей эры в Риме запылал грандиозный пожар. И вот зарево этого пожара фактически озарило начало уже чисто христианских гонений. Проблема в том, что пожар возник вероятнее всего по указанию императора того времени, и императора Нейрона. И народная молва обвиняла Нейрона в том, что он поджег Рим. Поджег он Рим, скорее всего, для того, чтобы освободить место для своих новых планов, постройки нового Рима. Как бы самый простой путь он нашел, как расчистить местность. Ну, мы не знаем до конца, как это произошло. Было ли это действительно случайностью или плановый поджог, неизвестно. Но, во всяком случае, историк того времени, историк Тацит пишет. Он пишет в своих аналах, рассказывает о том, что Нейрон, чтобы побороть слухи, приискал виновных и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами. Итак, сначала были схвачены те, кто открыто признавал себя принадлежащими к этой секте, а затем, по их указаниям, и великое множество других, изобличенных не столько в злодейском поджоге, сколько в ненависти к роду человеческому. Ну, в некоторых рукописях даже есть еще вставка между этими двумя абзацами, где более подробно рассказывается, кто такие христиане. Многие историки просто считают, что это вставка более поздних переписчиков, поэтому я ее здесь и не привожу. Но в любом случае, вот этот текст, который признается абсолютно всеми историками, как достоверный, аутентичный текст, свидетельствует о том, что Нейрон начал искать христиан и приводить их к наказанию не потому, что они были христианами, а просто для того, чтобы отвести от себя подозрения. И вот дальше рассказывает Тацит так. Их умиршление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища Нейрон предоставил свои сады. Ну, вот на одной самой знаменитой, наверное, картине Семирадского, которая называется «Светочи христианства», как раз и представлена вот эта ужасная картина. Нейрон сидит на своих носилках, вот его собираются везти на ночь в дачу, и вот вся аллея, по которой он будет ехать, уставлена такими живыми факелами. Он будет ехать и наблюдать за смертью людей. Можете себе представить, что это вообще за человек был. Ну, вот эти все описания как раз свидетельствуют о том, что гонения, которые тогда переживало христианство, не были связаны, собственно, с религиозным основанием христианства. Их гнали не потому, а их выбрали просто, как мы сегодня говорим, козлы отпущения. То есть просто, чтобы сорвать вину, чтобы отвести подозрения, избрали такую группу самых несчастных, самых безобидных, которые не могли сопротивляться. И гонения, которые были при Нейроне, были короткими, были локальными, хотя и очень и очень жестокими. Пример гонений в столице вызвал подражание в некоторых провинциях. Там тоже устроили гонения на христиан, но, как говорят многие авторы того времени, эти гонения очень быстро прекратились. И до довольно длительный период, до середины третьего века, фактически очень мало в это время происходит гонений. Гонений, которые затрагивают, собственно, христиан как таковых. Вся проблема в том, что во время императоров допускались верования самые разные, и каждая группа могла верить, как она желает. И если происходили какие-то гонения, то гонения, как правило, сопровождались только какими-то внешними побудительными причинами. То есть на христианах просто пытались выместить некоторую злобу, но ни в коей мере они еще не были связаны юридически, не были связаны с самим содержанием христианской веры. Один из немногих исключений составляют гонения, когда императоры пытались всех вернуть к поклонению отеческим богам, к отеческой вере. В 23-м году Септимий Север издает эдикт, по которому каждый должен следовать той вере, к которой он родился, и не изменять эту веру по произволу. По сути дела, это был запрет на иудейский инохристианский прозелитизм. То есть это не были эдикты или указания против определенной религии, но это было общее указание оставаться каждому в той вере, в которой он родился, как бы образно говоря. И это чисто языческое представление, оно фактически отразилось на христианах в виде гонений, и гонения эти особенно коснулись Карфагена. И вот там, в Карфагене, как раз были очень известные мученики, о которых мне особенно хотелось бы поговорить, и которые показывают, как, собственно, христиане того времени переносили гонения. Этими мучениками стали Матрона Перпетуя и ее служанка Фелицитата. «Сохранились до нашего времени страсти, так называемые страсти святых перпетуев или цитаты с ними пострадавших». Так называется этот документ. Это один из наиболее ранних и наиболее достоверных документов, которые рассказывают о том, как происходили гонения и преследования. С исторической точки зрения, это, может быть, один из тех немногих фактов, которые мы можем действительно предъявить, как раннее свидетельство о гонениях на христиан. В Карфагене в 203 году арестовали тех, кто готовились к крещению, так как они формально нарушили вот это установление эдикт Септимия Севера. Они были арестованы, это были Перпетуя, Фелицитата, Сатурнил, Секундул и Раб Ревакат. Вот эта группа, которые даже еще не приняли крещение, но они только перешли в христианство. Эта группа была арестована, и родственники, особенно отец Перпетуи, очень старался убедить ее вернуться, принес ей грудного сына, который только недавно родился, и говорил, что вот он останется без матери, как это может быть. Очень такое описание, я бы сказал, трогательное, психологически очень сильное давление пережила она. Кстати, в тюрьме они приняли крещение. В то время служители, очевидно, умели найти способ, как попасть в тюрьму и даже в тюрьме преподать крещение. Ну, чаще всего это делалось за деньги, через подкуп стражника, так это обычно происходило. И они совершенно твердо и сознательно шли на эти мучения. И вот как описано в этом документе, для юных женщин дьявол изобрел свирепую буйвелицу, приготовленную специально для этой цели. Перпетуя была поражена первая, она упала на бок, и когда она увидела, что ее рубашка порвалась сбоку, она запахнула ее более в знак скромности, нежели страданий. Потом она встала и подняла свои ниспадающие волосы, потому что не подобает мученице страдать с ниспадающими волосами. Звери изранили мучеников, но не смогли убить их. И тогда по требованию народа приказано было, как тогда говорили, покончить с ними. То есть пальцы были опущены вниз, и это означало, что мученики должны быть убиты. Перпетуя и тут вытерпела некую муку, как свидетельствуют эти страсти. Она была пронзена между ребер, но она не была убита. Тот гладиатор, который должен был убить ее, он оказался неопытный, и тогда, как написано в этом документе, она сама направила дрожащую руку молодого гладиатора к своему горлу. И, как говорит автор этого документа, кстати, многие считают, что страсти, написанные Тертулианом, очень яркая фраза, могла ли такая женщина быть убита не так, как она того пожелала. Это действительно очень сильное замечание, потому что то, что перенесла, то, что вытерпела Перпетуя, это, конечно, было не только очень ужасно с чисто человеческой точки зрения, но это свидетельствовало о ее вере. И многие думают, что Тертулиан, который потом рассказывает о себе, что он пришел к христианству именно видя смерть мучеников, может быть, он как раз пришел к христианству видя смерть Перпетуи. Он, вероятнее всего, присутствовал на этом сражении, на этом зрелище, как тогда говорили. Это просто документ, который рассказывает о том, как происходила жизнь христиан того времени. Но до 250 года систематических гонений на христиан не было. То есть, если первый период гонений до 64 года, иудейские гонения, мы говорили с вами, был довольно спокойный для христиан, второй период тоже был, в общем-то, начиная с 64 года до 250 года, более не менее спокойный. Конечно, читая такие страсти, трудно говорить о каком-то спокойствии, никто из христиан не мог чувствовать себя спокойным в этот период. Но если мы говорим только об единичных гонениях, то надо понимать, что были периоды по 30, по 20 лет, когда не было никаких гонений. Христиане свободно развивались, строили молитвенные дома, жили, и гонений не было. А потом снова начинался период ожесточенных гонений, а потом снова он затихал. И так продолжалось до 250 года. А вот в 250 году ситуация меняется. В 250 году император Деции, который в то время управлял Римской империей, решил возродить в империи Пакс де Орум, как он тогда говорил, Божий мир. То есть он вообще видел себя как восстановитель всех святынь. Дело в том, что 250 год от Рождества Христова, это как раз тысячный год от основания Рима. В этот год император хотел устроить великие празднества. Ну вообще, и он по натуре был такой консерватор, который хотел вернуться к старым римским обычаям, к старым традициям римским, и он отдает указания, чтобы во всей империи каждый житель империи должен был публично, в присутствии специальной комиссии, принести жертву римским отеческим богам. Почему это он делал? Ну, это было сделано не против христиан, это было сделано фактически в пользу древнего богопочитания. Потому что вот все те беды, которые обрушились на империю в 250 году, началось нашествие варваров, землетрясение, чума, очень много неприятностей, я сейчас не буду даже все это перечислять, все то, что выпало на долю Децию и империи в 250 году по Рождеству Христову, все это объяснялось с точки зрения языческого мышления тем, что боги, наши старые римские боги, недовольны, они обижены, потому что появилось много христиан, появилось много иудеев, появилось много восточных культов, и наши боги теперь в пренебрежении. И вот для того, чтобы восстановить порядок, нам надо снова восстановить поклонение нашим старым отеческим богам. Вот это такой патриотизм в такой религиозной форме, я бы сказал. Очень знакомое явление, наверное, во все времена, во всех народах такое бывает. Так вот, Деций решил восстановить поклонение древним языческим богам, но в силу того, что он был человек такой систематичный, бюрократичный, он это делал очень серьезно. И установил специальные комиссии, и все жители империи должны были пройти эту процедуру и получить так называемый либелус. Либелус это, ну, по-нашему говоря, справка, бумага, где свидетельствовалось, что такой-то и такой-то совершил жертвоприношение богам. В это время для христиан наступила очень серьезная полоса испытаний, потому что надо было решать, оставаться ли вот в поклонении Христу, или как-то найти свое место в обществе. Многие христиане в это время, при Деций, отказались от христианства. Массовые известны свидетельства о массовых отпадений христиан, о выходе из общин. Они опасались за себя, за свои семьи, вполне понятно и справедливо. Известно, например, что один из епископов, говорят, что даже Смирнский это был епископ, что он привел всю общину свою к жертвеннику, там они совершили жертвоприношение, как положено было по этому указу, а потом он тут же всем простил, они все покаялись, он их всех простил, освободил, сказал, что я буду нести ответ перед Богом только. Конечно, мы можем как бы ставить вопрос, насколько это было правильно, но это был способ, которым он хотел спасти свою общину. Так ли он поступил или нет, он будет отвечать перед Богом. То есть было в это время очень много случаев, в это время появилось очень много мучеников, самых настоящих мучеников, которые шли на смерть, которые претерпели невероятные страдания и мучения, но не захотели принести жертвоприношение. А были и такие, которые нашли очень удобный, я бы сказал, современный способ уклониться от жертвоприношения и вместе с тем вроде бы остаться чистыми перед христианством, перед государством. Они покупали ли белусы. То есть можно было заплатить чиновникам определенную сумму, тебе выдадут эту справочку, на самом деле ты не приносишь жертву, вроде бы все в порядке, совесть чиста, я же жертвы не приносил. И справка есть, и перед государством все как положено, никто гнать не будет. То есть то, что происходит в 20-21 веке, это не новое явление. Это уже было в истории, к сожалению, так. То есть эти гонения выявили очень многое в христианстве. С одной стороны, они показали высоту христианства и явили миру невероятные примеры мученичества, но с другой стороны, показали слабость христианства. Многие были сосланы, имущество было много конфисковано. К счастью, это гонение продолжалось недолго. Дейций умер, и как бы это постепенно, эта вся затея заглохла, затихло гонение. Но гонения с этого времени, уже с 250 года, начинаются регулярные. И они уже подтверждаются указами императоров. Если до этого времени нет никаких документов до 250 года, то здесь уже с 250 года появляются указы. И появляется еще один факт или перспектива гонений, связанная с поклонением императорскому культу. Дело в том, что начиная, собственно, с первого века, уже императоров Римской империи обожествляли. Обожествляли не в том смысле, что действительно люди верили, что какой-нибудь Троян, или Диоклетиан, или кто-то другой, что действительно Бог. Но все прекрасно знали, что Нерон — это никакой не Бог, а человек, причем не очень хороший человек даже. Все это прекрасно было известно. Но поклонение императору, смысл его заключался в другом. Это была своеобразная присяга. То есть то, что сегодня приносят как присягу государству, свидетельство о том, что я буду лояльный государству, что я обязуюсь выполнять все требования государства, в древнем мире это было обличено в религиозную форму. И культ императора как раз свидетельствовал об этом. Человек, когда бросал несколько крупиц какого-нибудь вещества на жертвенник, и курение воздымалось жертвенника в честь императора, он при этом произносил формулу, как бы клятву произносил, говорил о том, что он будет повиноваться императору как Богу. Он признает императора как Бога в том смысле, что он будет выполнять все его указания, все его приказы императора как приказы и указания самого Бога. И для императора это было очень важно. Ему нужны были люди, которые поклялись бы ему в лояльности, причем в беспрекословной лояльности, то есть как к Богу поклялись ему. И поэтому императорский культ, конечно, являлся с одной стороны вроде бы это культ, с одной стороны вроде бы это жертвоприношение и идолопоклонство, но по сути дела это своего рода клятва верности государству. И эта клятва со стороны общества, со стороны императора, конечно же, не рассматривалась всерьез, как идолопоклонство. Для них это была просто клятва верности, но для христиан это было настоящее идолопоклонство. Они не могли пойти на это. Они были лояльны государству, они готовы были выполнять все указания Кесаря, которые, конечно, не касались их духовной жизни, но они готовы были все выполнять. Как раз они были наиболее законопослушными гражданами империи. Но выполнить вот эту клятву они не могли, не могли в силу своих идеологических соображений. И из-за этого, собственно, они попадали вот в эту сложную коллизию. Когда требовалось принести эту клятву, они не могли это сделать, и их начинают гнать. И гнать не за религиозные, собственно, убеждения, а начинают гнать прежде всего за то, что они отказываются приносить клятву императору. При Диоклетиане были изданы фактически четыре указа, которые затронули все стороны жизни христиан. Был издан эдикт, предписывающий разрушать христианские святыни. Потом был издан следующий эдикт, который предписывал лишать всех гражданских прав христиан. Был эдикт, который требовал уничтожения всех христианских книг. То есть, Диоклетианово гонение начала 4 века, 303-305 года, это было, наверное, самое жестокое пик всех гонений. И вот, что интересно, что это было последнее гонение, которое закончилось, в конце концов, победой христиан. Говоря о гонениях, естественно, возникает главный вопрос. А за что? За что, собственно, христиан так гнали? Почему такая непримиримая вражда возникает? Почему возникают все эти гонения? И возникает еще один более сложный вопрос. А как христиане смогли выжить, несмотря на все эти гонения? Если гонения действительно были настолько массовыми, то как они могли выжить? Ведь, собственно, в чем заключался скептицизм и критика историков 18-19 века? Они говорили, что Римская империя, и вполне справедливо говорили, Римская империя очень была юридически высокообразованной империей. Римская империя была очень толерантной империей. И действительно так. В Римской империи могли существовать культы любые, какие вы хотите. То есть, если ты хочешь кому-то поклоняться, поклоняйся, нет никаких проблем. Римляне, когда завоевывали какой-то народ, они никогда не запрещали ему поклоняться тому богу, которому они поклонялись раньше. В этом была, кстати, и сила Римской империи. Они не насаждали свою веру, они не заставляли менять национальные интересы или национальные традиции. Они были в религиозном отношении очень толерантны. Более того, хочешь поклоняться Христу, поклоняйся, они бы с удовольствием Христа поставили свой пантеон всех богов. На всякий случай. Еще один бог будет, а вдруг этот бог поможет. То есть, у них как бы такая была ментальность. Поклоняемся любым богам, какие только существуют. И вот в отношении христиан вдруг начинаются гонения. Почему вдруг христиан не принимают? И эти гонения носят такой массовый и такой зверский характер. Ну, как, собственно, описывают это документы. И тут надо отличать причины гонения и поводы для гонений. Дело в том, что это совершенно разные вещи. Когда мы говорим о причинах гонения, мы должны отличать вот те глубинные причины, которые действительно приводят к ненависти по отношению к настоящим христианам. И внутренние духовные причины гонений – это причины, лежащие действительно в духовном мире. А причина ненависти к христианам в том, что они другие, что они инаковые. Вот это была главная причина, почему их гнали. Потому что они не были такими, как все. То есть, если бы они просто верили во Христа, но при этом поклонялись бы другим богам, старым богам, то никто бы христиан не гнал. Но тогда, когда они отвергали всякие традиции, которые существовали в обществе, когда они не признавали поклонения старым отеческим богам, вот это как раз вызывало самые напряженные гонения. Вот из-за того, что они не почитали старые традиции, то их обвиняли во всех бедах. Если в городе случилось землетрясение, то виноват кто? Виноваты христиане. А почему христиане виноваты? А потому что они не поклоняются нашему богу. Все афродити поклоняются, а они не поклоняются. И поэтому афродита гневается и посылает землетрясение. Ну или какой-нибудь другой бог. То есть, логика очень простая, но очень работающая. То есть, действительно, очень легко обвинить и понять, что происходит в городе, исходя из такой логики. И христиане, кроме всего прочего, были постоянным укором для всего общества. Потому что жизнь, распутная жизнь римлян в то время, очень контрастировала с высокой нравственностью христиан. Христиане не участвовали в общегородских мероприятиях, таких как оргии, например. Потому что каждый город имел своего бога-покровителя, и раз в год устраивались оргии празднования в честь этого бога-покровителя. А христиане не участвовали, потому что часто это очень были нравственно невыдержанные мероприятия с развратом, с большим количеством спиртного и соответствующим всей нехорошей жизнью, которая при этом была. И они, христиане, выделялись на фоне всего общества. И тогда, когда люди видели в зеркале христианской чистоты грязь своего греховного поведения, то было только два выхода. Можно было либо измениться, либо разбить зеркало. Чаще выбирали второе. Ну, это то, что касается причин гонений. Но были и поводы для гонений. И поводы действительно были. Рим действительно никого не преследовал за религией. И можно было поклоняться любому богу. Но вот проблема в том, что христиане категорически не хотели поклоняться никакому другому богу, и это уже казалось угрожающим для государственной безопасности. Потому что в религии в то время никто вообще не искал истину. Если люди искали смысл жизни, истину, нравственные какие-то законы, они искали это не в религии, а искали это в философии. Этим занимались философы вопросами нравственности. Если бы жрецу какого-нибудь Зевса вы пришли и сказали, что вот почему вы не учите высокой нравственности или вообще какой-то нравственности, что вы должны учить этики, вы должны учить поведению, это роль религии. Так, сегодня, думаю, это религия, что религия учит законам поведения, нравственности и так далее. Жрец бы очень удивился, потому что с точки зрения древней религии, с точки зрения язычества, религия это просто система богопоклонения, и никакого отношения к нравственности она не имеет. И более того, даже если посмотреть на нравственность всех этих римских и греческих богов, то эта нравственность вызывает очень много вопросов. Они распутные, они безнравственные, они обманывают, они, в общем, творят такие дела, которые никак не вписываются в высокие законы нравственности. Так что христианство тогда, когда начало связывать религию, бога и нравственность, и жизнь, явилось совершенно новым явлением вообще в сознании людей того времени. И это, конечно, вызывало очень много вопросов, недоумений и отвержений вот этого нового. Но в чем же официально обвиняли христиан? Иногда, конечно, их обвиняли в разных извращениях. Ну, в чем угодно, собственно, обвиняли. Некоторые авторы считают, что их обвиняли или формально гнали за тайные собрания, за празелитизм, за атеизм. Кстати, за атеизм в то время тоже положено было наказание. Сегодня как раз все наоборот, но тогда за атеизм положено было наказание. Сократ, например, умер именно по обвинению в атеизме. То есть, по многим факторам могли бы их гнать. Иногда это была государственная измена, обвинение в государственной измене. Кстати, еще раз хочу подчеркнуть, что римское государство было очень высокоправовое государство. И в этом государстве без суда просто так, ну, бывали, конечно, случаи, там все бывало, но, в принципе, без суда не происходило ничего, и все гонения должны были как-то быть оформлены юридически. И вот государственная измена, отказ от поклонения императору, как раз приводил часто к гонениям. Иногда их обвиняли вообще в том, что они существуют. Вам не положено существовать. Даже такое обвинение можно встретить. Но все-таки удивительный момент, почему они выжили, и как они смогли выжить и развиться, и достичь такого положения, что порядка 10% населения империи к IV веку. И здесь надо сказать, что была в римском законодательстве одна очень интересная особенность, которая позволила выжить христианству. И особенность эта заключается в том, что в римском праве нет государственного обвинителя. Вот сегодня во всех наших правовых системах, в России, в Украине, в Белоруссии, ну и в Европе, есть государственные обвинители. То есть, если есть какой-то случай нарушения закона, и нет того, кто обвиняет со стороны потерпевшего, то роль обвинителя берет на себя государство. Есть прокурор, который всегда выступает на суде и требует наказания, обвиняет подсудимого. В римском праве не было прокурора. Всегда обвинителем должен был выступить потерпевший, или он мог нанять кого-то от своего имени, нанять, чтобы какой-нибудь ритор выступал, или какой-нибудь адвокат выступал на суде от его имени. Но если не было потерпевшего, то суда не могло состояться. И вот эта особенность как раз объясняет, почему вот в этих условиях гонений христиане могли выжить, потому что арестовывали только тех, на кого было обвинение. Христиане не прятались нигде. Вот наше распространенное представление, что христиане первых веков собирались где-то там в катакомбах, по лесам, прятались, это все очень надуманные описания. На самом деле были, конечно, собрания в катакомбах в честь мучеников, иногда и в лесах собирались, но в основном они собирались в молитвных домах. Всем было хорошо известно, где собираются христиане, кто является христианином в городе. Это все прекрасно знали. Они не прятались совершенно. И когда начинались гонения, то в принципе, как бы с нашей точки зрения, должны были бы всех арестовывать. Но вот система, юридическая система Рима не могла позволить, чтобы арестовали всех. Арестовывали только тех, на кого было обвинение. Если официально в суд поступило обвинение, что вот такой-то там Иван Иванович христианин, то тогда Ивана Ивановича могли арестовать. А иначе его не могли тронуть. Хотя все знали, что он христианин. И это, кстати, использовали очень часто люди, которые были обижены на христиан. Они доносили на христиан, и это приводило, собственно, к обвинению и к суду. Вот типичный пример, который приводит Иустин, философ во второй апологии своей, которую он пишет, обращаясь к императору. Он рассказывает случай. А бывший муж ее, он говорит о жене, которая стала христианкой, а муж остается язычником. А бывший муж ее, не могший теперь вести дело против нее, поступил таким образом. Сотника своего приятеля он убедил взять Птоломея, это епископ, через которого его жена покаялась и стала христианкой, убедил взять Птоломея и спросить только о том, христианин ли он. Птоломея исповедал себя христианином, и зато сотник оставил его в узах и долго мучил в темнице. То есть вы видите, что здесь совершенно ясно описан случай, когда человек просто имеет вражду против христианина, доносит на него как христианина, и этого уже достаточно для того, чтобы начался судебный процесс. А если не доносили на кого-то, то он мог свободно жить при самых страшных и самых ожесточенных гонениях. Вот это как раз послужило тому, что христианство, несмотря на вот такие страшные гонения, могло выжить, имело юридическую базу для того, чтобы жить. Ну, не только физические гонения в это время претерпевает христианство. Первые века христианства характерны, как, собственно, и все времена, бранью невидимой. Это борьба с различными уклонениями в христианстве. Это проникновение греха, проникновение лжеучений. Причем, надо сказать, что читая вот труды, работы ранних христиан, апологетов, мучеников, когда читаешь эти все работы, то удивительно, они меньше обращают внимание на физические гонения, чем на духовное противостояние. Они больше призывают к стойкости в духовной битве, чем в стойкости в битве физической. И фактически все письма епископов того времени наполнены пастырской заботой именно о духовном состоянии своих членов. В это время происходят большие нападки на христианство со стороны язычества, духовные нападки. И далеко не все могут устоять на этом христианском пути. Много очень трудностей для христиан доставили разделение, распри, внутренние христианские распри. Ранее христианство далеко не свободно от тех распри, от тех расколов, которые характерны во все времена христианства. И тут надо заметить, что как только начались попытки сформулировать вероучение, так сразу появились расколы. До тех пор, пока христиане не пытались систематизировать и представить богословие, до тех пор расколов не было. В I веке, когда еще нет даже попыток формулировки христианского вероучения, то в этот период практически нет внутренних разделений в христианстве. А вот уже по мере того, как христианство зреет и начинает пытаться сформулировать, осознать себя, идентифицировать себя, вот в это время уже начинаются расколы, потому что чем точнее мы хотим выразить богословие, тем больше трудностей мы создаем. Мы обязательно придем к тому, что кто-то не согласится с нами, потому что попытка формулировать уже обедняет. И вот существует как бы такое представление распространенное, что вначале было правильное христианство, а потом оно стало уклоняться, уклонялось все дальше и дальше от истины, а потом только возвращается к истине в лице моей собственной конфессии, конечно. Но это, в общем-то, совершенно не подтверждается историческими фактами. Начальное христианство тоже не было свободно от внутренних расколов, от ереси, от разделений, но тогда не было представлений о ереси, потому что не было представлений об ортодоксии. Они не пытались формулировать, они жили, они формулировали, и это позволяло им находиться в единстве. Но все-таки были реальные уклонения от христианства. Христианство находилось в единстве до тех пор, пока оно придерживалось главного принципа, объединяющего все христианство. А ведь христианство объединяет не вероисповеданием. Сегодня думают, что надо составить как можно более точное исповедание веры, и тогда христианство будет, придерживаясь этого исповедания, сохранять себя. В раннем христианстве не было таких вероисповедальных подробных описаний, но было одно главное исповедание. Иисус Господь, Сын Божий и Бог, пришедший во плоти. И христианами, собственно, называли всех, кто поддерживал именно это исповедание. Этого было достаточно, чтобы называться христианином. Можно было по-разному формулировать какие-то второстепенные вопросы, можно было исполнять закон или не исполнять закон, можно было придерживаться одних правил крещения или других правил проведения крещения. Там, скажем, в теплой воде или в холодной воде крестить. Были такие дискуссии в христианстве. Крестить ли через погружение или крестить через обливание. Но можно было придерживаться разных правил, разных форм поведения, но главное надо было сохранить. А главное заключалось как раз вот в этой формулировке, которую Иоанн в своем послании приводит, что тот есть антихрист, тот отвергает Иисуса Христа, как Бога пришедшего во плоти. И наоборот, если ты принимаешь Иисуса Христа, как Бога пришедшего во плоти, то ты действительно остаешься христианином. Истинный враг христианства того времени был гностицизм. А именно гностицизм представлял наибольшую опасность. Хотя были, конечно, и другие движения. Гностицизм – это было движение внутри христианства. Собственно, гностицизм – это не чисто христианское явление. Он существовал и до христианства. Но в христианстве гностицизм представлял опасность потому, что он тоже признавал Христа пришедшего во плоти, но очень часто предлагал недостаточность признания Христа только как Бога. и необходимость еще дополнительного тайного знания, которое необходимо для спасения, которое необходимо для того, чтобы достичь вечности. Фактически гностицизм смешивал христианство с различными другими философскими системами, религиозными системами. И вот христианство формировалось на фоне этой постоянной борьбы. Оно формировалось на фоне борьбы чисто внешней и борьбы внутренней, борьбы, которая шла со стороны духовной. И это фактически сформировало христианскую систему такой, какой она пришла к концу Третьего века. Вот такой вот вопрос. Очень долгое время велось гонение на христиан. Так вот, когда в Римской империи смирились с их существованием и когда гонения закончились? Очень хороший вопрос. Потому что действительно, с исторической точки зрения, удивительно. Такие массовые гонения, такие ожесточенные. Накал очень высок гонения. Особенно вот 303 год, Диоклетиан. Гонения, которые, казалось бы, должны были полностью уничтожить. И вдруг, как по мнению волшебной палочки, как будто бы невидимый дирижер дал какое-то указание, вдруг после Диоклетиана Константин, император, который занял место Диоклетиана, следующий на престоле, Константин вдруг объявляет себя христианином. И, конечно же, заканчиваются всякие гонения. С 312 года заканчиваются всякие гонения на христиан. Как это объяснить с исторической точки зрения? Это очень непросто. Но об этом мы должны специально говорить, рассматривая жизнь Константина. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok